Читинским школьникам рассказали, как играть в джакала, матрешку и эластик. Акцию провели студенты Забайкальского государственного университета. Несмотря на то, что у них различные особенности здоровья, они решили этим летом на месте не сидеть. И устроили для себя настоящее испытание. В полиюня они путешествовали по пришкольным лагерям Читы и показывали мастер-классы по адаптивным настольным спортивным играм. Главная цель акции – научить детей новому и замотивировать их к здоровому образу жизни. Поучаствовать в акции успели более 900 ребят из 22 школ города. Победители соревнований получили памятные призы и награды. В будущем волонтерский отряд будет проводить как можно больше таких мероприятий. Дизайн-проект Магаданской школы номер 14 обсудили на Общественном совете. Концепция уже была озвучена на старте работ. Теперь внесены корректировки на основании инженерных задач. Основной вопрос, на который обратили внимание – организация входной зоны. Архитектор Анна Барышева подчеркнула, что первое ТОЖ-учреждение должен отвечать требованиям безопасности. Тем не менее, попадая в школу, дети должны почувствовать комфорт от пребывания. Произведена перепланировка, выделено соответствующее помещение для персонала, предусмотрены турникеты. Чтобы дети с удовольствием приходили в школу, решили сделать яркие акценты на несущих конструкциях, в то время как полы и потолки остаются в светлых тонах. Динамику поддержат мотивирующие надписи на гардеробе. Их содержание обсудят с педагогами. Республиканский слет «Зеленые пионеры Якутии» прошел в детском лагере «Энергетик». Здесь дети показывают свои знания, навыки в научно-исследовательской работе, защищают проекты, приобретают новые знания и обретают друзей. Шесть отрядов, которые названы в честь краснокнижных животных, продемонстрировали свои визитки и произнесли торжественные клятвы юных экологов. Новобранцам, пионерам повязали зеленые галстуки экологов. Движение «Зеленых пионеров Якутии» было организовано в 2017 году в год экологии в рамках Всероссийского движения «Зеленые пионеры». Тогда в первом слете приняло участие 50 детей. В Южно-Сахаленске приводят фасады к единому облику. В планах на этот год жилые здания на отрезке от областной библиотеки до улицы Поповича. Их ремонт завершит первый этап муниципальной программы. В ходе следующих намечено преображение фасадов вплоть до улицы Пограничной. Инообразие достигнут, используя декоративную штукатурку. Реконструкция автомобильной дороги по направлению в село Пиночево завершится осенью текущего года. В рамках реконструкции, кроме укладки асфальтобетонного полотна, будут выполнены работы по установке дорожных знаков, устройства барьерных и пешеходных ограждений, а также устройству линий наружного освещения. Кроме того, в октябре завершится строительство подъездной дороги к строящемуся аэровокзалу. Первые жители микрорайона Красная Речка в Хабаровске получили голубое топливо по программе догодификации. Здесь завершили строительство распределительных сетей и вывели трубы к границам участков. Уже подано 76 заявок на подключение. На плечи владельцев подворья ложатся расходы на оборудование, проект и строительство на территории участка. На федеральном и краевом уровне предусмотрены субсидии при подключении к голубому топливу. На поддержку могут рассчитывать многодетные семьи, малоимущие, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры старше 70 лет, а также семьи мобилизованных. Полностью компенсировать затраты можно и за счет регионального материнского капитала. Тем не менее, большая часть домов в частном секторе до сих пор отапливается дровами или углем. Жители заняли выжидательную позицию. После первой зимы намерены сравнить свои затраты на отопление с соседями. В Арсеньеве, где один из самых красиво оформленных ЗАГСов в Приморском крае, накануне Дня любви, семьи и верности, решили отметить золотую свадьбу сразу две семьи. Евгений Романович и Вера Ивановна Пугачёвы поженились в Алма-Ате в Казахстане. 30 лет прожили в Яковлевском районе. Он работал водителем, она – поваром. Вторая пара – Александр Николаевич и Мария Иннокентьевна Матвиенко. Поженились они в Омской области. Мария работала учителем в селе, Александр – мастером производственного обучения. Как отметили работники Арсеньевского ЗАГСа, которые проводят такие торжественные регистрации много лет, у всех золотых юбиляров есть одна общая черта – выглядят молодо, видимо, от любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова